друзья всем приветики добро пожаловать на наш канал юлика лайф в лук я болею кроме продолжается вернее я не знала что у меня корона как вы знаете я заболела и сегодня у нас понедельник в прошлый понедельник я начал чуть-чуть першить горло но как-то так так сижу полуразвалившись 10 минут лежбище мое симптомы были настолько слабы что в принципе у нас сейчас таки правило если ты себя хорошо чувствуешь ты можешь ходить на работу да никаких предпосылок таких чтобы не было в понедельник вот я сходила на работу во вторник я позвонила сказал что-то у меня как-то першит в горле но температуры не было ломоты никакой не было одно пропадала что-то появлялось горло прошло появился какой-то знаете кашель при супообразный один день прошло появился вот насморк но как бы нос уже заложен уже субботы но уже в пятницу я думала уже все уже хорошо так а нормально уже было в пятницу думала все а вот добавилась и я вот вчера пришла вечером и сделала тест и хопс я позитивная но утром же не проснулась такой знаете вот здесь башка болит опять же идет дождь фиг узнает может погода меня как бы никакой температуры у меня нет но я ем колдрекс я может быть эту симптоматику просто забиваю понимаете но я специально вот вчера я взяла колдрекс где-то наверное в часов 5 вечера да и и потом до утра я не брала что если была бы температура она бы уже поднялась но ее не было вот и вот я думаю если не позвонила тоже если должна была быть вечерняя смена начальство несколько сиди сегодня дома посмотрим завтра у меня выходной и послезавтра мне как бы такая полудлинная смена что посмотрим что там завтра будет потому что если я уже корона болела изначально в принципе уже больше пяти дней прошло сегодня шестой день если у меня была простая простуда и корону и уже хватанула на работе я опять же там могла всех заразить уже есть мне было корона да вот это вот фигня есть такая что тест не обязательно делать это сделал только дома у нас пор уже теста не делал вот что я могла бы тесты не делать вообще вот сижу болею ну как болею убрала пропылесосила везде стирку поставила стирку убрала суп приготовила макароны с маршем сделала картошки наварила кто хочет нам с котлетами что-то так вот так вот мы болеем да спала в 6 утра и мил отправила в школу санта тоже кстати болеет но у него тест пока негативный то есть возможно он от меня заразился простой простудой если он не будет как бы позитивный то скорее всего меня заразили на работе вот но лучше сейчас переболеть чем потом найти на новый год где-нибудь срубиться блин единственное что виталий не хочет болеть конечно так что заслуженно сидим дома болеем болеем редко так что короны поболеть можно сейчас мы до начинается 5 это и петиме зараза блин все болеют но у меня такая легкая симптоматика вообще если вообще нормально чувствую мне такой нос заложен я тут взяла все эти колдрекс и всю фигню чайок попиваю жидкости вообще пил очень много последнее время все это как бы не уходит дрянь но опять же если это была простая простуда она бы у меня уже пришла потому что уже неделя если бы это было бы корона нам бы тоже уже прошла я думаю что у меня просто на простуду пошла корону как то вот так вот залезли на лапландия маркет накидала в корзину кофе у нас заканчивается кофе накидала в корзину опять всяких этих о забыла положить кое-что туда еще для белья вот эти штучки пахучки положил очень много их там как что-то со скидкой было 5 на 300 евро блин юля как всегда сейчас будем убирать половину туда ну все все надо все надо все для дома для семьи не смотрю сейчас тоже те всякие квартиры всякую эту фигню не квартиры эти меккит избушки всякие не прям а почему так дорого стоит тут в принципе то ни о чем 32 квадрата 70 тысяч все по 47 годами может думаю может быть земли много ну 6 тысяч не так много не думаю что есть выход к морю еще посмотрим выхода к морю вообще нету море не близко за такую цену нафиг надо там такая избушка 32 квадрат вообще ни о чем но даже внутри фотографий нету 310 евро в этот самый в месяц написано что корку три с половиной процента но это конечно не заливает не три с половиной процента далеко сейчас сейчас где-то 5 это только их их процент будет вернее корку только будет три с половиной плюс еще маргинал плюс еще чё-нибудь потом пожалуйста конечно не будут посмотрю что-нибудь другое посмотрю сколько у них будет норды и предлагает три с половиной процента до ничего нас тут еще есть в тусула есть дачка год неизвестен старинная на 68 тысяч в ханку есть 230 тысяч шестьдесят первого года все обалдели цены внизу того где в каком месте минцелла 48 тысяч вихте 86 31 квадрат пору 70 квадратов 70-го года старье 96 96 тысяч кто предлагает посему посмотрим хотя бы вот в с по 94 квадрата года какого неизвестно двухтысячного примерно специально не пишут не спигнуть не спигнуть посмотрим что тут ничего тут вообще нету интересного кухня ни о чем за что тут сто семьдесят четыре тысячи только за то что вес по до дача мягкий тай хувила так тут данский банк предлагает посмотрим чудо ански хочет 4 6 процента то есть какие 35 и банки тоже такие нам приходите у вас потом потом вам сделаем красиво то есть берете берете 174 отдаете 263 100 тысяч практически сверху бац и при том что свои еще 10 процентов платить вообще нормально 4 6 процентов до посмотрим что у нас другие банки есть акте там мальчу нибудь час поищем ну например вот эту кто кто-то вот этот ведет предлагает еще никого реклама что ли нету не хотите хотите что у нас тут такое может еще быть реклам куча выскакивает блин мирского лависа но это новая до 2016 года мягкие 2015 тысяч не красиво ну так у красиво это можно даже как жить можно 85 квадратов то кто предлагает никакого банка тоже нету вот избушечка двадцать пять тысяч менцева чё у нас тут 12 квадратов при о май гад о господи боже мой туда что тут 12000 сколько земли то хоть ну 10 тысяч почти грунта дороги рядом что у нас тут рядом есть ничего тут рядом и трасса ну так трасса в принципе нормально вот такое вот у нас чем еще показать давайте пойдем посмотрим сколько квартиры стоит нурмияровы это подальше от столицы 2017 года 57 квадратов 172000 не скажу что прям дешевеет веспа это асумисойкиус то есть дает вам право на проживание кстати очень многие стремятся так вот жить но почему-то я не считаю что это особо дешево 81 квадрат то есть вам надо заплатить 48 с половиной тысяч практически до чтобы каждый месяц еще отдавать как это у вас таки 1118 вот в чем фишка я так понимаю плюс вода плюс машина а если у вас нету вот этих сорока восьми тысяч то вы еще берете еще суду в банке и плюс к этому добавляется еще суда в банке при том что это жилье никогда не будет вашим вы там можете жить конечно всю свою жизнь но в чем фишка вообще не понимаю в этом асумисойкиус вообще объясните мне может я что-то не понимаю вообще смотрим до кирова но 90 квадратов ладно хорошо посмотрим что там внутри ривик 2002 года а и сюда как бы вот так нету но здесь кайту вастике то есть еще как бы коммуналка круглый год 936 евро ну ладно это еще терпимо если у вас есть 33 тысячи то это в принципе нормально плюс вода за такой вот ривик но опять же так кирова но в кирова очень хорошее транспортное сообщение с столичным регионом тем же она очень близко от по трассе вот если ехать от хельсинки того же там буквально 15 минут и ты все это хельсинки ладно как бы но опять же все равно не понимаю ну киркун уме 76 квадрата 96 года трешка 871 1 1 евро плюс вода 20 евро с человека севастро это плюс еще и парковка ну столичек примерно плюс минус если у вас двое трое четверо то есть 900 тысячу почти если у вас еще нету со 27000 ну то считаете да считается что асмисой косы получше районы можно выбрать номерки надо брать что-то ждать я вот это вот не понимаю немножко так что я вообще думаю что даже квартиры покупать нет смысла потому что вы пойдете на ремонт труб который может обойти чуть ли не там не сто тысяч на квартиру вообще прекрасно я не вижу чтобы цены падали хоть играть и напад на границах цены падают да ну здесь вообще не падают в различных регионах она была смотреть телек болеть друзья всем привет я рад вас приветствовать на нашем канале юлика лайфлоп у тебя аккумулятор как так попытка номер два друзья всем привет пришел с работы но сами знаете юля у нас там с короной я еще не тест не делал посмотрим все не так вроде нормально вся чухол а единственное что под конец дня как-то чуть пошевелишься и стал потеть начинаешь сразу усталость не точно такой же на симптом как раньше от короны но опять же это знаете накрутил может себя и все на сколько ты спать без разницы я не об этом короче скоро будем делать теста на все и будет ясно а юля вот открывает слышите короче счет за электричество пришел я вам скажу что я ожидаю просто мега космический счет потому что туда входила готовка консервация и отопление фасада то есть я даже боюсь подумать сколько счет я думаю что где-то евро в четыреста триста тридцать две триста тридцать две триста тридцать девять сейчас скажу на сколько киловатт киловатт я не могу а ничего себе 1640 киловатт кстати в эстонии многие я читала фейсбуке жалуются что откуда-то берутся лишние киловатты но у нас проще у нас счетчик есть на улице мы можем все проверить у нас электронный счетчик который отсылает сам все показатели то есть мы ничего не делаем сколько накрутил стоп накрутил ну конечно много у нас только пугуры были 5 киловатт и они практически три дня не выключаясь херачили ну возьми 5 киловатт умножь на 70 за три дня это вот тебе сколько это 350 киловатт сразу только только за три дня а у нас то счет это за два месяца 339 в принципе не так много но если бы за месяц надо так за два месяца это с учетом сколько мы готовили а готовили на двух конфорках это каждая комфорта там по 5 по 6 киловатт плюс сколько это не выключать плита работала на неделю потому что сколько валили этих грибов огурцов нам просто немерено вот но я я знал чтобы счет большой поэтому я в принципе был к этому готов вот друзья давайте сразу вам скажу когда-то недавно я совсем говорил что связи с банкротством фирмы меня будут ждать перемены наверное не лучшую сторону что я имел в виду связи с тем что поменялся работодатель то есть главный подрядчик сменился тот ушел в банкрот пришел новый и новый юит и юит сделал такое постановление что к сожалению во внутренний двор машину парковать запрещено то есть это не только не то чтобы юиты запрещает а то лавихте то есть товарищество не хочет чтобы во внутренний двор ставили машину и в округе я работаю в самом центре города парковка только платная то есть бесплатных парковок нету никаких других вариантов нету ну и что мне работодатель не сказал мой что к сожалению на машине то ездить то есть на работу муж ездить на машине но парковать ее негде ну и все теперь друзья я езжу на автобусе вот немножечко геморроя мне прибавилось но с одной стороны геморрой потому что это долго это долго это чуть дороже это долго но ну да вот скажем у меня пока я изучал как правильно ехать на чем добираться потому что мне приходится ехать с утра на машине до автобусной до порву там оставляю машину еду с порву до хельсинки кампе на автобусе потом иду пешком на трамвай и на трамвай еду на работу вот и примерно плюс-минус около двух часов у меня идет дорога в один конец обратно иногда два иногда два с половиной короче вот так вот от четырех до пяти часов в день у меня уходит на дорогу теперь и был еще вариант такой что я могу ехать с дома на машине до хельсинки до конечной станции метро там оставляю машину еду уже на метро но в принципе получается знаете как те же яйца только сбоку по времени и плюс на бензин и все равно мне надо покупать проездной и на короче тоже геморрой ну и по факту сейчас получается что у меня дорога обходится в среднем там плюс-минус это ну скажем 13 12 евро в день туда-обратно на автобусе 70 евро у меня проездной по хельсинки чтобы я мог на трамваях ездить и соответственно бензин у меня 50 километров в день от дома до порва и обратно вот короче теперь стало немножечко мне подороже по времени намного больше если раньше мне в среднем час туда и час обратно теперь где-то ну вместо двух часов четыре часа скажем в два раза больше по времени идет раньше вставать мне уже получается в начале шестого мне уже выезжаю из дома чтобы к семи успеть на работу вот и короче получается что плюс то тоже в этом есть но во-первых километраж у машины теперь у меня не 150 в день и я теперь могу ездить на всех машинах сейчас я езжу постоянно на мерседесе хочу пускай наматывает ему километраж пофиг у него цепь на моторе ремень менять не надо молоде и молоде на этом дизеле вот экономия по бензину и само собой масло уже менять не надо мне будет три-четыре раза в год и ремень замена ремна ремня у меня уже отодвигается ну самое главное километраж не такой сумасшедший будет на volkswagen мне жалко честно мерседесе не жалко что машина уже старая там уже пофиг да а вот этот volkswagen жил жалко было что я купил его 118 тысяч было сейчас уже 170 до прошел всего год вот как-то так друзья такая вот у меня новость не нельзя сказать что она супер хорошая ну и особо неплохая ну просто единственно да по времени теперь тяжко так что вот что хотел вам рассказать как аукнулся банкротства этой фирмы на мне